Итак, стремление к социальному благополучию, осознанное развитие социального интереса, повторюсь немножко, осознание, что все наше толкование мира нуждается в пересмотре или замене, подчинение личных потребностей делу социальной пользы, политическая и экономическая открытость, ответственность за город, область, страну, нести ответственность и отвечать за город. Вот. Хочу сразу заострить внимание на том, что вот ценность, когда это вот все это я рассказываю, да, это в общем-то, когда любовь внедряется в отношениях между людьми, между семьями. Вот то, что я перечисляю, это и есть именно проявление любви в отношениях. Разум ценности постороннего, семья, близкие, родственники, ну такой раздел, любовь как трепет, великодушие влюбящего, постоянно дарить любимым что-то и наслаждаться этим, принятие индивидуальности партнера по любви. Ну, до самозабвения любви, это что называется без памяти, глубокая любовь к семье, близким, друзьям, причем не запятнанная эгоистическими чувствами или ревностью. Здесь 80-е часа-то очень глубокое, сражаться за семью, бороться, вот, а здесь добавляется еще не запятнанная эгоистическими чувствами или ревностью, атмосфера любви, заботы, ласки, нежности, здоровое и нежное взаимоотношение, основанное на взаимном уважении, восхищении, доверии, быть любимым и признанным. Интимность, как сокровенное чувство к друзьям, братьям и сестрам, родителям, отношения взаимной заботы, уважении, верность, любовь, как признание. Ну, хочу сразу сказать, немножко привести, одна девушка, значит, она никак не могла понять, как это в отношениях между людьми должна присутствовать любовь, но не понимает она. Вот есть папа, есть мама, есть сестра, у нас хорошие отношения, теплые отношения, значит, я ей говорю, вот это и есть любовь, а как к остальным относиться, да, я говорю, точно так же относиться, да. Все равно девушка не понимала. Тогда мы подошли к окну, я посмотрел, там бомж копался в этом самом, вот видите бомжа, так уважайте его, за его путь, что вот он так проходит его. Вы проявите к нему, значит, ну, какое-то, ну, сострадание, не включаясь, конечно, в его судьбу, да, вы уважаете его путь, но спать с ним не надо, не обязательно. Вот, и это будет вот отношение, построенное на любви, уважайте просто-напросто, значит, не делайте так, чтобы его ненавидеть. Дальше, постороннее, ценность, любовь людей, как единственная приемлемая форма человеческих взаимоотношений. То ценность появляется, любовь людей, как единственная приемлемая форма человеческих взаимоотношений. Все изменится, если люди просто посмотрят на мир с другой стороны. услышать чужую боль сострадания открыть любому человеку открытость любому человеку любовь бытия другого несмотря на совершен на совершенство но открытость любому человеку у нас как правило человек встречается с друг с другом и они начинают думать до закрыты открытости нету за исключением близких людей да почему потому что опыт негативный опыт человеческого общения да он говорит следующее смотри ты можешь быть использован тебя могут обмануть тебе могут навязать тебя могут использовать и чаще в чаще вернее но нельзя сказать ира люди это разные бывают да но человек всегда особенно с незнакомым рассуждает с точки зрения того может он принести мне вред или нет поэтому человек закрыт здесь же предполагается любовь в отношениях чек открыт к общению дальше идем любовь бытия другого несмотря на несовершенство бытийная любовь она не собственническая не назойливая касается поощрения в другом человеке его позитивного представления о себе самопринятие осознание человеческой ценности другого без желания изменить или использовать его сочувствие как способность быть терпимым ценностям и установки их установкам других нормальным установкам с к нормальным ценностям но своеобразные например одна культура говорит что такое хорошо что такое плохо до другая культура особенно религиозная у них немножко другие правила значит понятие что такое хорошо что такое плохо так вот здесь проявляется терпимость но это нормальные ценности все идут к жизни они против нее потребность нести ответственность за кого-то всей душой выражение такое целиком полностью всем существом быть на чьей-то стороной сочувствовать быть положение кого-то выражение чистого доброго сердца в значение из добрых побуждений что-либо делать покровительство поддержка поддержка в тяжелую минуту это вот все любовь вмешивается то есть внедряется значит проходит в отношениях между людьми помочь людям изменить систему миропонимания улучшить ее прогностическую эффективность открывать глаза выражение такое то есть выводить кого-либо из заблуждения помогать правильно понять истинное положение вещей выражение тащить за уши значение всеми способами всячески помогать кому-либо обычно мало способному нерадивому в учебе в продвижении по службе уступать дорогу то есть предоставлять возможность добиться чего-либо продвинуться к чему-либо прежде значит прежде себя воодушевить человека и помочь ему изменить свое открытое поведение открытость искренность великодушие милостивость принятие точки зрения другого принятие других эмпатия к людям эмпатическое понимание человека забота о людях взаимность терпимость сдержанность демократизм дружба добродушный сердечный но такие слова как тактичность мягкий дипломатичный умение общаться ладить взаимное уважение к друг другу ну это значит связки ученику учитель ученик терпимо относиться к просчетам неудачам вот это вот и есть любовь в отношениях позитивная установка к обществу мир и согласие ощущение полноты жизни благоприятные благородное побуждение надежда на будущее совершающие социально полезные поступки ценность себя вот хочу сразу заострить внимание то что я буду значит зачитываю да ценность себя это с точки зрения своих достижений которые он достиг за благодаря своим своим трудом благодаря развитию своих способностей быть признанным иметь высокую оценку собственных достоинств быть уважаемым людьми иметь репутацию уверенность принятия значимыми людьми их образа уважение другими престиж статус признание знание того что он признается и оценивается значимыми друг значит другими удовлетворение от позитивного внимания других людей быть любимым стремление к объединенности и связанности с другими людьми стремление к братству стремление к любви но любыми средствами приобретать доверие добиваться расположения потребность в социальной группе дальше идем ценность внутреннего мира постоянное восприятие себя внутренне тождественным самому себе значимые люди должны видеть тождественность и целостность человеке то есть вот здесь вот именно я говорю на значит говорил о том что вот человек не хочет спрятаться за какую-то маску вот он то то что он есть вот он и есть без страха без ничего то есть вот он проявляет развивает свои способности за счет своих способностей развивая так вот вот эта тождественность внутреннего мира и внешних действий чтобы она значит и внешнего восприятие его другими людьми должно совпадать и для человека это очень важно вот значимые люди должны видеть тождественность и целостность человеке достижение возросшей уверенности в том что внутренние и внешние планы этой целостности согласуются между собой ощущение единства и целостности целостность полнота единство души ощущения должны возникнуть но ощущение только способность сохранять внутреннюю тождественность и целостность сформированность образа себя сформировал образ и в соответствии с этим образом человек пытается действовать причем здесь заострю ваше внимание что человек все время пытается чего-то достигать все время разве пытается вернее делает таким образом чтобы в разрывить себе какие-то способности какие-то качества вот и он начинает здесь формировать определенный образ которому он начинает ты вернее стремится соответствовать вот безусловное позитивное внимание к себе осознание полезности и необходимости в мире заострю внимание осознание полезности и необходимости в мире видите какая установка вот эта любовь когда значит любовь вмешивается в отношениях между людьми становление единого неповторимого индивида стремление человека стать тем кем он может стать стремление быть на своем месте в состоянии справиться нацеленность на изменения существующих условий которые воспринимается как неприятные вот это вот очень важный момент нацеленность на изменения существующих условий которые воспринимаются как неприятные ориентация на движение вперед к определенным целям воплотить в жизнь мечту тенденция развивать свои способности Сохранить себя, стремление к достижению, стремление к компетенции, стремление к достижению лично значимых и реалистичных целей, стремление становиться, желание роста, поиск новых и эффективных путей для самореализации, уход от старых шаблонов, стремление к самодостаточности и независимости, стремление к самоутверждению. Видите, сколько стремлений у него идет для того, чтобы развить себя. Стремление к самоуважению, компетентности, уверенности, достижениям, независимости, свободе. Знание, что он достойный, может справляться с задачами, с требованием жизни. Движение к независимости, социальной ответственности, движение к креативности, зрелости, автономии. Причем вот то, что вот здесь заряды, стремление, оно будет воплощаться на 110 частоте. А зарождаются они вот здесь вот. Движение, значит, коренным образом что-то изменять. Стремление предвидеть, строить предположения о будущем. Они же аналитики здесь, они же вот развивают все способности, в том числе у них появляется такая способность, как строить предположения о будущем. В попытке предвидеть и контролировать будущее, проверка своего отношения к действительности. Контролировать события в зависимости от поставленных вопросов и найденных ответов. Способность предвидеть опасность и дискомфорт для эффективного принятия решения. Значит, осознавание последствий своих действий. Выдвижение гипотез для предвидения и контроля событий жизни. Предсказывание, понимание события для уменьшения неопределенности. Планирование жизни. Выделение значимого собственной жизни. Осознание того, что люди в ответе за свою судьбу. Готовность взять ответственность за себя. Ответственность за свою жизнь. Она стала формироваться. Это на 40-й частоте человек заботится о своем теле. Он стремится это сделать. А готовность взять ответственность за свою жизнь, за свою судьбу формируется только на 85-й частоте. И все прогнозируется, и все планируется, и все просчитывается. Именно вот характерно это для вот этой чистоты. Самооценка, переживание. Самооценка у этого человека от достижения в результате компетенции, воли, напористости, знания дела. Ощущение компетенции, вера в себя, уверенность в себе, своих способностей, проявлять настойчивость, стойкость, непреклонность, смелость, проявлять упорство, настойчивость на своем. Чувство самоконтроля без потери самооценки является источником уверенности. Но эмоциональная незабоченность, самопринятие, положительное представление о себе к собственным недостаткам, не озлобляясь внутренне и не ожесточаясь. Социально неуклюжий, непретенциозный, то есть спокойный, самодовольное спокойствие, расслабленный.